Закон, язык, деньги — это три парадигмы стихийных государственных институтов. К счастью, закон и язык получили возможность развиваться. А деньги же появились в первозданном виде. Но как только они появились в своем самом примитивном виде, они были заморожены. И после двух-трехсот лет создания монет, правительство приложили свои руки и остановили дальнейшее развитие. Правительство сказали, что деньги не должны далее развиваться, а нам не было позволено проводить эксперименты. Деньги не развивались и скорее становились даже хуже с течением времени. И с тех пор, что мы с вами видели в попытках развития государств, в большинстве было неправильным и в основном являлось злоупотреблением. Я приказал секретарю Конноле временно приостановить конвертацию доллара в золото и другие резервные активы. И я оказался вынужденным задать вопрос, приносила ли монетарная политика когда-либо пользу. И я не думаю, что это так. Я думаю, что она принесла только вред. И вот почему я сейчас призываю к тому, что называю динационализацией денег. Как, на ваш взгляд, это будет работать? С такими крупными банками, как, например, Чейси Манхэттен? Это будет выпуск валюты или выпуск золотых монет? Как? Хоть правительства и могут запретить людям выпускать деньги, они вряд ли могут запретить открывать им счета в чем-либо. В конце концов, в современном мире наличные деньги, монеты и бумажные деньги уже не являются самым важным. Кредиты и кредитные карты являются их заменителями. Так что я думаю, мы можем забыть о существующих деньгах и существующих банках и открыть систему счетов, которая вытеснит деньги. О, это очаровательная концепция. Возможно, когда-то они будут называться Хайек. Я не думаю, что у нас когда-нибудь снова появятся хорошие деньги, пока мы их не вырвем из рук правительства. И если мы не можем вырвать их из рук правительства силой, то все, что мы можем сделать, это придумать какой-то хитрый обходной путь и запрести то, что они остановить не смогут.